Итак, тема сегодняшнего нашего занятия – как писать статьи на раз, два, три. Ну, собственно говоря, может каждый спросить, ну, пишу я статьи, пишу статьи, у меня получается на раз, два, три, всё замечательно и всё хорошо, и мой блог потихоньку, и, ну, ни шатка, ни валка, но продвигается. Давайте, во-первых, решим с вами вот такой вопрос. Я, может быть, повторюсь для кого-то, но для чего нам, собственно говоря, нужен блог? Опять же, в реальной жизни мы с вами встречаемся с людьми, очень хорошо общаемся, люди нас видят, люди понимают, о чём идёт речь, люди видят в нас эксперта, люди, ну, выдают нам какое-то определённое такое уважение, или наоборот, если не считают нас экспертами. То есть мы с вами можем общаться в реальной жизни в глаза в глаза. Как мы с вами можем общаться в виртуальной жизни? В виртуальной жизни нас никто не знает, и самое ужасное, что нас никто не видит. Поэтому и был создан такой сайт, у которого первая страничка, главная страничка, продвигалась и давала информацию о владельце этого блога, о его экспертности. То есть самое главное, мы должны понять следующее, что блог – это та площадка, на которую мы с вами можем показать свою экспертность, на которую мы можем рассказать людям, что мы очень хорошо знаем, что мы вот такие замечательные, что мы очень много умеем и можем поделиться вот этой информацией с этими людьми. И только тогда к нам люди пойдут. А теперь скажите, а зачем, собственно говоря, мне нужен блог? Зачем я должна делиться на нём своей экспертностью? И для чего это мне всё нужно? А нужно это нам для того, чтобы мы могли с вами создать собственный бренд. Что такое бренд? Бренд – это имя. Зачем мне нужно имя в интернете? А имя в интернет мне нужно для того, чтобы я могла себя подороже продать. Что значит продать? Продать – это не значит, что сразу же получить деньги. А продать – это значит, вы отдаёте свою экспертность, вы её продаёте, а вам взамен даётся не деньги сразу же, а будет даваться уважение, признание. Ну, такое, знаете, самоуважение вы получите. То есть вы всё равно при этой продаже получите положительный какой-то эффект. Ну, давайте посмотрим. Бренды ведь, они бывают разные. Бренд бывает отрицательный. Мы иногда слышим какое-то слово и понимаем, что это нарицательно говорится о чём-то очень плохом. А бренд бывает и очень качественный, очень положительный. Например, такой бренд, как автомобиль марки BMW. Почему его так серьёзно продвигали? Да потому что, по некоторым данным, в стоимости этой машины от 20 до 30% покупатель платит только за имя, за марку BMW. Вот наша задача с вами – создать такой бренд, чтобы за нас точно так же платили, чтобы к нам бежали, чтобы нас уговаривали и говорили. Ну, пожалуйста, поделитесь своей экспертностью. Значит, блог – это инструмент создания и продвижения вашего бренда. Вот это вы должны очень-очень хорошо понять. Потому что без блога практически продвинуться в интернет невозможно. Вы будете продвигать всё, что угодно. Вы будете продвигать продукты компании. Вы будете продвигать, ну, какие-то там книги, какие-то видео и так далее. Будут продвигаться бренды тех людей, которые написали эти книги или создали эти видео. А ваш бренд не будет виден. Ваше имя знать никто не будет. Чтобы бренд был успешным, необходимо высокое качество продукта. Это понятно, да? Почему BMW так продвинулся вперёд? Да продукт у него качественный. Автомобиль сделан на 5 баллов, если даже и не выше, да? Хотя мы и знаем, что там отзывают иногда машину, но бренд делает своё дело. Все знают, машина BMW – это замечательный автомобиль. А что мы, какой мы продукт можем сделать таким замечательным, чтобы продвинуть свой бренд? А мы можем продвинуть только статьи блога. И наш продукт – это статьи нашего блога. Вот именно в этих статьях вы и будете говорить о том, какой вы эксперт. А теперь давайте подумаем о том, что любой продукт, какой бы он ни создавался, а сейчас у нас рыночная экономика во всём мире, то есть любой продукт должен пройти какой-то, ну, службой качества, должен пройти какую-то проверку по каким-то определённым критериям. И вот эту службу проверки должен, собственно говоря, пройти и наш продукт. Вот мы знаем о том, что практически каждая служба проверки отрабатывает постоянно документы по требованиям к качеству. То есть чтобы качество было всё выше, выше и выше. А кто у нас оценивает наше качество? Вот вы знаете, если мы с вами будем говорить о том, что автомобиль BMW оценивает система качества, и служащие этого отдела прорабатывают массу документов, и эти документы постоянно, постоянно, ну, как сказать, корректируются, постоянно заставляют выполнять так работу, чтобы качество машины было как можно выше. Вот у нас, ну, будем говорить, на BMW, может быть, это невозможно, а вот на других предприятиях бывает и такое, что служба качества иногда на какие-то вещи закрывает глаза. Так вот у нас с вами такая служба качества, которая никакие глаза ни на что не закроет. Наша служба качества – это поисковики, которые проверяют наши статьи от и до. Вот мы с вами написали статью, мы старались её сделать замечательной, то есть очень много показали, но у нашего поисковика есть определённые критерии, и он по этим критериям будет проверять вашу статью от и до. А критерии эти, сейчас говорят, у поисковиков меняются не там, помесячно раньше, полгода алгоритм менялся, там, менялся там три месяца, потом говорили еженедельно, сейчас, говорят, уже поминутно меняется, потому что система качества такова у поисковой системы, что поисковик сам себя обучает. А как он себя обучает, поисковая система? А очень просто. Оказывается, не только робот проверяет нашу с вами статью, оказывается, на Яндексе, на том же, например, сейчас, в данное время, служит около 320 асессоров. Кто такие асессоры? Это люди, грамотные люди, которые сидят с 9 до 6 вечера на работе, и которым даётся задание выйти в поисковую систему Яндекс, набрать вот такой вот, например, низкочастотный какой-то ключ или высокочастотный ключ. И по этому высокочастотному ключу просмотреть первую десятку выдачи сайтов. И человек просматривает эти статьи и делает выводы. Вот здесь робот, наверное, сделал правильно, а вот здесь вот он ошибся. И он даёт эту информацию дальше, эта информация перерабатывается, и дальше поисковая система улучшается. Эта работа ежедневная. И у нас получается, что наш с вами, нашу с вами статью просматривает не только робот, но ещё и люди. То есть у нас идёт двойной контроль. Но уже если нас оценили положительно, то я вам скажу, что лучшей возможности для рекламы вашего бренда не существует. Причём эта возможность бесплатна. поэтому наша задача сделать статью такой, чтобы самая лучшая реклама, а это первая, так сказать, позиция поисковых систем в выдаче, была постоянной. И чем больше статей мы с вами пишем на блоге, тем больше реклама по всему интернет. Давайте сделаем вывод такой. Мы с вами русскоязычная аудитория здесь в основном. Эта русскоязычная аудитория распространяет свои сайты в основном по русскоязычному интернету, иначе говоря, по рунету. И для нас очень важен поисковик Яндекс. Так вот, сейчас мы с вами поговорим о том, какие ошибки мы делаем. Вот в последнее время выяснено, какие ошибки делают люди, которые пишут статьи на своих блогах. Вот сейчас я хотела бы узнать следующее. У нас сейчас больше 300 человек в аудитории. Подскажите мне, пожалуйста, кто из вас имеет блог? Вот поставьте просто там, ну, плюс поставьте, или я напишите, быстренько ответьте. Вот я хочу посмотреть, кто здесь из присутствующих имеет блог. Отлично. Отлично. Ну, вот кто-то написал минусы. Но по моим понятиям, мне кажется, всё-таки процент не очень большой, судя по тому, вот сколько людей у нас в аудитории. В общем, я очень хочу, чтобы вы поняли, что для того, чтобы действительно зарабатывать в интернет, для того, чтобы делать бизнес, вы должны обязательно иметь блог. Это ваша задача, обязательно сделать блог. Вот вижу здесь знакомые лица, которые ходили ко мне на курс. Я очень рада вас всех видеть. Итак, значит, ситуация у нас такова. Мы с вами сейчас просмотрим требования к внутренним факторам продвижения блога. Ведь, собственно говоря, для того, чтобы продвигать блог, известно множество факторов, в том числе и внешние факторы, и в том числе, например, даже такой фактор, как дизайн блога. Вот я могу вам сейчас сказать, буквально отвлекаясь на три минуты, что блог должен быть очень простым. Чем больше наворочено на вашем блоге, тем хуже вы будете продвигаться. Блог должен быть светлым. Это вот такие требования сейчас. А уже текст должен писаться только на светлом фоне. То есть вот эти вот вещи, они должны быть у вас обязательно продуманы. Пересмотрите, если у вас какие-то моменты есть. Но мы сегодня будем говорить только о статье, о маленьком кусочке внутренних факторов продвижения блога. Почему? Потому что вот этот инструмент, статья внутри блога, она делает очень большое дело. К ней очень высокие требования. Я не буду говорить о всех критериях. Я буду говорить только о тех критериях, которые сейчас изменились в алгоритмах. И о тех критериях, которые вызывают больше всего ошибок. Именно о них и шла речь на семинаре. Итак, значит, на слайде будут написаны требования или критерии, а я буду говорить о них как об ошибках. Итак, первое – это выбор темы статьи. Ситуация заключается в чем? Ситуация заключается в том, что человек создал блог, он не очень хорошо продумал его тематику, он не очень хорошо продумал свою экспертность, то есть не прошел вот этот алгоритм подбора темы блога. И финал получился плачевный. Наступил момент, когда он не знает, о чем писать. И вот он начинает вытаскивать у себя из пальца, так сказать, эту тему статьи. Все мучается. Ну что ж такое придумать? И что ж такое создать, чтобы я мог написать что-то на своем блоге? Запомните, писать надо только то, о чем вы хорошо знаете. Ваш блог предназначен для того, чтобы вы показали свою экспертность. Это не говорит о том, что если ваша экспертность закончилась, все, писать больше нечего, все, я ухожу с блога, блог я закрываю. Нет. Если вы чего-то не знаете, ваша задача – сесть за материалы библиотеки, библиотеки, интернета, чего угодно. Понять, научиться, стать экспертом и продолжать. Ведь блог для нас – это не только площадка показать нашу экспертность, но блог и нас очень многому учит. Вы, ну, наверное, может быть, не все знают о таком колесе раскрутки. В интернет колесо раскрутки колесо раскрутки начинается с блога. То есть вы обязательно на блоге работаете, проходите какие-то этапы, по спирали опять возвращаетесь к блогу. Почему к блогу? Потому что на блоге вы пишете статьи, вы хотите, не хотите, но вам нужно обучаться. И вы сами, обучаясь, ведете за собой людей. То есть вот выбор темы статьи – это оказалось сейчас очень большой проблемой. Дело в том, что поисковая система сейчас на раз все определяет. И как только она определяет, что вы не эксперт, она сразу вашу статью отбрасывает на задние позиции. Но это хорошо, если у вас одна-две таких статьи на блоге. А если их начинает переваливать за 50%, то и те статьи, которые были экспертными, уходят назад. Вот это обязательно учтите. Следующий момент – релевантность статьи. Было такое время, когда у нас были SEO-копирайтеры. Но я думаю, что здесь у нас все люди пишут статьи сами и показывают свою экспертность сами. Вот SEO-копирайтеры им давалось задание, например, на 3000 знаков написать обязательно статью. А у него материала было всего на полторы. 1000 знаков. И вот он начинал введение, историю, кто-то что-то сказал, кто-то где-то говорил и так далее. И эти статьи проходили. Теперь это не проходит. Теперь нет ограничения по количеству знаков. Вы можете написать статью на 10 тысяч знаков, а можете написать на полторы тысячи знаков или даже на тысячу. Но ваша задача – писать конкретно и релевантно тому, что вы задумали. Подскажите мне, пожалуйста, кто знает, что такое релевантность? Говорить мне об этом или нет? Так, наверное, все знают, да? Релевантность. Говорить. Значит, релевантность – это слово такое немножко непонятное, вроде бы, как бы, но на самом деле это в переводе, будем говорить, ну так не в переводе, а близко к тексту. Это адекватность. Адекватность той темы, которую вы задумали. То есть, если вы начали писать о кроссовках такого-то, там, такой-то марки, значит, вы пишете о кроссовках такой-то марки, но не пишете о том, как в них хорошо бегать, там где-то и так далее, там подобные, какая хорошая погода, и вот эта весна, и так далее, и так далее. То есть, вы должны чётко отвечать тому ключу, который вы нашли. Вы должны чётко отвечать той теме, тому заголовку, который вы задали своей статье. Здесь вот эта релевантность сейчас поисковиками определяется на раз тоже. Почему? Потому что поисковик прекрасно понимает, вы просто в воду льёте, или вы отвечаете на конкретную задачу. Вы описываете конкретный материал. Поэтому релевантность сейчас это одна из самых больших ошибок. Задача стоит у нас иногда какая? Я должна два раза в неделю написать статью. Одну статью я писала с удовольствием, вторую я из себя выжимала. И вот я выжила, мало того, что я тему выжила, так я ещё и воды там налила в этой статье. Всё, ваша статья полетела, и блок ваш пошёл назад. Следующий вопрос. Помните, мы когда-то говорили о том, что мы должны очень чётко продумывать некоторые моменты, так сказать, в нашей статье обязательно, обязательно, чтобы эти моменты были отображены в статье. Теперь алгоритм поменялся. Теперь задача вся стоит направленная на людей. То есть мы должны писать свою статью для людей, а не для роботов. Вот это очень важно. Поэтому сейчас мы с вами остановимся на некоторых моментах, на ошибках, завязанных именно вот на этой большой самой ошибке. Итак, первое. Первое – это переспам контента. Контроль количества вхождений ключевых слов. Я вам могу сказать следующее, что вот на этом семинаре был приведён такой пример, что один известный блок ушёл назад только потому, что в последних статьях он запоздал с этой информацией. В последних статьях размером 3000 плюс-минус знаков без пробелов у него было три ключа прямого вхождения. То есть без изменения ключ был трижды упомянут. И сайт ушёл назад. То есть вы понимаете, насколько сейчас это важно. Значит, если вы пишете много ключей, то есть переспамливаете контент, то робот и асессоры чётко понимают, что вы работаете на продвижение, а не на то, чтобы люди поняли, о чём идёт речь. Где мы проверяем переспам? У нас есть такой очень хороший ресурс, который называется Istio.com. Я не буду сейчас рассказывать, как на нём работать. Если у вас этот интерес появится, то это можно будет потом задать вопросы. Где-то, может быть, можно будет и поговорить на какой-то консультации. Но вот там есть такой анализ текста, который практически вы должны делать обязательно. Посмотрите, здесь длина статьи 6121 символ. Водность текста, то есть воды, достаточно мало. 32-37 процентов воды считается. Вот считает робот, вы понимаете, он всё просчитывает у вас. А тошнота – 7. Что такое тошнота? Тошнота – это когда человек, считая, читая вашу статью, его начинает подташнивать от большого количества ключевых слов. Ключевое слово в этой статье – это я взяла с цветочного сайта – орхидея. А теперь давайте посмотрим, сколько раз на 6 тысяч эта орхидея упоминалась. Посмотрите. 19 раз. И если мы спустимся вниз в чек-листе до 20-й позиции, то у нас практически получается количество раз не менее 4-х. Вы видите, какой забитая, какая вбитая статья повторением одних и тех же слов. У нас, по идее, вот на уровне 4-5 позиции слова условия «расток» мы уже должны выйти на тройку или четвёрку. А остальные позиции должны уже эти 3, 2, 1. Ну, то есть, если даже мы разделим эту статью на 3 тысячи знаков, разделите это всё пополам. 19 мы делим на 2. Это получается почти 10 слов на 3 тысячи знаков. Конечно, это переспамленная статья. Если вы не работаете с истилком, то, ну, сами посчитайте, посмотрите внимательнее, почитайте свою статью, что вы там сделали. Посмотрите, сколько раз вы ключ вбили в эту свою статью. То есть, не делайте этой ошибки. Это одна из самых страшных ошибок сейчас. Следующая ошибка – это выделение ключевиков жирным шрифтом. Ну, давайте я вам сейчас покажу вот такой текст про куратора. И посмотрите. Куратор, куратора, куратор, куратору. Это ключевики. Ключ – куратор. Дважды выделен жирным текстом ключ в прямом вхождении, то есть неизменившийся. Куратор, куратор. И дважды выделен шрифт куратора, куратору в непрямом вхождении. Это однословники, да, такие ключевые слова. Эти ключевые слова повторяются четыре раза. И четыре раза этот ключ был выделен жирным. Было когда-то такое время год назад, когда мы это делали. Теперь этого делать нельзя. Значит, как мы выделяем теперь свой ключ? Постарайтесь. Мы говорили уже выше, что ключ не надо слишком много повторять. И запомните сейчас, на данный момент, что нужно сделать. Ключ у вас должен пройти в первом абзаце вашей статьи. Но мы жирным выделяем не сам ключ, а фразу, в которой мы можем с вами прочитать суть своей статьи. То есть, ну, я не знаю, какой здесь вот можно было бы фразу выделить. Голос начинает опять садиться. Слишком много говорю. Извините. Ключ нужно выделять именно во всей фразе. Только тогда эта фраза, вот она должна быть релевантна вашему заголовку. То есть вы, центр вашей статьи должна быть вот эта фраза, центром вашей статьи. Поэтому запомните, теперь мы ключ не выделяем, мы теперь выделяем целую фразу. Итак, следующий вопрос. Чистая орфография. Вот сейчас сказали, что если у вас в статье есть орфографические ошибки, и они повторяются одну статью, вторую статью, третью статью, то ваш сайт неумолимо будет уходить назад. Обязательно проверяйте свою статью в Ворде. Ворд вам подчеркнет и подскажет, где у вас сделана ошибка. Поэтому будьте очень и очень внимательны. Все исправляйте. Вот посмотрите, где слово куратор подчеркнуто. Это не ошибка, это латинское слово. Его нет в словаре программы. Поэтому вы должны оценить каждое подчеркнутое красным словом и выяснить, или это отсутствие в словаре, или это ваша ошибка. Следующий момент, на который надо обратить внимание. Форматирование текста. Вот если мы с вами будем читать вот такой текст, а я еще до сих пор встречаю в интернет вот такие тексты. Имейте в виду, ваш сайт никуда не пойдет. Передовые позиции ему не видать этому сайту. Он будет где-то в конце. Этот же текст можно сделать вот таким. Обратите внимание на то, что в каждом абзаце три-четыре строки. Это оптимальный вариант. Три-четыре строки. Но еще лучше сделать, если у вас будут какие-то основные моменты выделены жирным фразам, потому что люди читают ваши статьи по диагонали. Почему вот сейчас такое требование стало, что без воды надо писать? Да потому что с водой вас просто читать не будут. Люди ищут конкретную информацию. Нужна четкая пошаговая инструкция. Запомните это. Причем эта пошаговая инструкция нужна практически во всех тематиках. Может быть только если вы там прозу какую-то не пишете. Понимаете? Вот людям нужна пошаговая инструкция. И на это сейчас сделан акцент поисковыми системами. Поэтому вы эту пошаговую инструкцию должны как сделать? Вы должны озаглавить какие-то яркие моменты. По диагонали человек прочитал и потом он посмотрел. Посмотрите, вот это вот у нас идет впереди идет маркированный список или нумерованный список. Вот обязательно эти пункты сделают. Во-первых, они разбавляют текст, его легче читать. Во-вторых, люди понимают о чем здесь идет речь. И здесь можно сразу же конкретно и быстро посмотреть, а нужна ли мне эта статья или нет. Если она у вас на фактах, если она действительно дает хорошую информацию, значит эта статья будет у вас продвигаться вперед. Еще один момент. Посмотрите, в статье можно делать вот такие яркие какие-то выделения определенных каких-то моментов. Это тоже очень серьезно учитывается. Есть такие теги в квадратных скобках. Мы знаем, что теги у нас в галках так называемых или елки еще их называют. А это теги в квадратных скобочках. Вот эти теги дают всевозможные вот такие блоки. То есть есть плагины, которые эти вещи устанавливают. Например, у нас в инблоге есть инструмент инблог. Там прямо кнопка уже установлена в самом визуальном редакторе страницы записи. Вы просто нажимаете кнопочку и выделяете этот текст. Очень удобно и очень сейчас важно. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это текст без заголовков. Вот посмотрите вот на эту статью и обратите внимание опять на то, что заголовок, который у нас заложен в Word или заложен, например, в инблоге, в том же, который есть на базе Word, наш заголовок самой статьи находится в теге h1. А вот внутри статьи вы должны делать вот такие вот заголовки, которые будут разделять саму статью и показывать. Смотрите, как хорошо оформлена вот эта вот статья. Во-первых, вот здесь заголовок идет h3. Что добавить в кну, чтобы покрасить волосы коричневый цвет? h3 прошло. Это обратил робот. Он сделал вывод, что да, вы заботитесь о своих посетителях. Дальше пошел нумерованный список. Потом посмотрите, вы видели, что получить красный цвет? Это очень важно для женщины. Я понимаю, что мужчинам это непонятно, но женщины коричневый цвет, а тут еще один такой моментик, чтобы получить из этого красный цвет, то есть я сразу проглядела раз, чтобы получить, это мне тоже стало интересно, и я читаю дальше. И посмотрите, обратите внимание на то, что ссылки, которые здесь, в натуральных шампунях, при иллюминировании волос, они выделены красным. Они ярко выделяются на фоне вашего текста. Это тоже очень важно. Мало того, текст большой, еще и выделен, разделен маленькими какими-то иллюстрациями. Вот замечательный сайт, я сделала ошибку, что я вам не дала его адрес, просто посмотрите, как он оформлен. У него такой птиц, и он так быстро продвигается, хотя тема, вот сама ниша, она переполнена. Но вот этот сайт пишет простым легким языком, посмотрите, какой межстрочный интервал, обратите на все это, на это внимание. Белый тон, темный цвет, все очень ярко и понятно. Вот это как очень хороший положительный пример. Итак, скриншот. Вот это очень большая ошибка, которую люди допускают. Люди делают так сейчас. Чего я буду там писать текст? Я наделала скриншоты, написала пройдите следующий так, такой-то скриншот, бах, большой, следующий пункт, такой-то, бах, скриншот. Вы должны помнить, роботы скриншоты не читают. Во-первых, нужно скриншот оптимизировать так же, как вы оптимизируете рисунок, а во-вторых, все, что вы делаете, все действия на скриншоте должны быть у вас описаны. Вот этот пример сейчас на слайде, он, конечно, очень простой. Почему? Потому что здесь, ну, просто очень описать этот скриншот, это действие там плагина описывается, где, какой пунктик, за что отвечает. Но если у вас, например, как я вот очень часто вижу, такие, например, зарегистрироваться и показан скриншот, как надо зарегистрироваться на сайте. Вам нужно описать, как надо зарегистрироваться. Пройдите туда, нажмите на такую-то кнопку, у вас откроется то-то, то-то и внизу показывается скриншот. То есть, вот это тоже очень большая ошибка, которую делают при написании статьи. Итак, мы с вами вот три пункта вот таких прошли. Это конкретно завязанные пункты на статью. Сейчас я хочу поговорить с вами о четвертом пункте, очень важном пункте. Это пункт грамотная работа с ссылками. Это очень большая проблема у людей, завязанной на ссылке. Почему? Потому что не умеют люди работать с ссылками. Значит, ссылки, мы все ссылки на сайте делим на внутренние ссылки. Это так называемая внутренняя перелинковка. И эта внутренняя перелинковка это ну давайте так скажем. Мы понимаем, что наш сайт будет набирать массу, а нам нужно, чтобы сайт набрал массу, только тогда, когда на него начнет кто-то ссылаться. Вот внутренние ссылки, а я надеюсь, что вы знаете о том, что робот оценивает каждую отдельную вашу страничку, каждую статью, вернее, как отдельную страницу HTML. И когда вы ссылаетесь с одной своей статьи на другую статью, вы получаете ссылку. Вы этим самым увеличиваете массу своего сайта. Но ситуация такова. Перелинковка должна быть обязательно осмысленной. Это о чем говорит? Очень часто вижу начинающие сайты, которые берут статью, написали две статьи на сайте, три, четыре, и начинается, особенно тематика разная, например, две рубрики, две статьи из одной рубрики, две статьи из другой рубрики, и начинается лишь бы сделать перелинковку, это значит, я просто с одной статьи перебрасываю на другую статью. Или я написала, например, о тех же самых кроссовках, а теперь я пишу, что внизу у этой же статьи пишу, но если вы хотите узнать о яблоках, то пройдите вот сюда. Вот это грубейшая ошибка. Перелинковка должна быть осмысленной, и анкор ссылки, анкор, что такое анкор, это та часть текста, которая является ссылкой. Вот, например, здесь в тексте анкор ссылки должен давать информацию, куда попадает посетитель, пройдя по ссылке. Вот выделенный анкор ссылки, вот эти два слова, или вот осмысленной, да, из всей фразы, осмысленной я бы сделала, например, ссылкой, то вот слово осмысленной и является анкором. Так вот, ваша задача сделать ссылку, анкор ссылки такой, чтобы уже в самом анкоре, прочитав этот анкор, человек понимал, что если он кликнет по этой ссылке, то он откроет статью с темой, которая указана в анкоре. Нельзя писать в анкоре здесь, пройди сюда, это бессмысленность. Значит, никогда не делайте ссылки с такими анкорами. Анкор должен быть у вас расписан очень четко. Те оптимизаторы еще учитывают околосылочный текст слева, околосылочный текст справа, но это уже высший пилотаж, мы сейчас о нем не будем говорить, это отдельная тема. Значит, запоминаем, запомните сейчас, вот из того, что я говорю, что перелинковка это серьезная очень тема, вот нельзя ее за три минуты рассказать, но помните, что анкор вашей ссылки должен быть осмысленным. И еще один момент, если ваш сайт молодой, не спешите делать эту перелинковку, вы потом ее позже сделаете, сядете и сделаете позже. Помните о том, что сайт мы когда строим, мы строим его как на фундаменте, сначала хостинг, потом там домен и так далее и тому подобное, точно так же и продвижение, оно тоже строится по определенным этапам, это специальная есть такая алгоритм этих этапов, поэтому перелинковка на ранних этапах вот такая вот, или внешние ссылки на ранних этапах, или ссылки на ваш сайт на ранних этапах, пользы вам не принесут. Итак, следующий момент, это внешние ссылки. Вот тут очень серьезный разговор, почему? Потому что Яндекс, не только Яндекс, но и Гугл полгода назад заявили о том, что покупные ссылки будут баниться. Банить это значит отправлять под фильтр или штрафовать, будем говорить тогда. Имейте ввиду, что у нас мы страдаем тем, что мы очень хотим как можно быстрее продвинуть сайт. Он еще не готов, он еще маленький, первоклассник будем говорить, а мы его уже на работу устраиваем, а он уже должен работать у нас. Не спешите, вы должны его воспитывать как ребенка маленького, вот как начали с грудничков, пошли в детский садик, потом школа, потом институт, а потом только он пошел у вас действительно зарабатывать вам деньги, понимаете, не спешите. поэтому покупные ссылки, а их сейчас Яндекс определяет ну сходу, моментально, покупные ссылки сейчас особенно на ранних этапах развития сайта вашего губительны просто. Помните о том, что вот прошла информация, что Яндекс учитывает только 4% ссылок и 95% бюджета, который вы затратили на покупку этих ссылок, эти ссылки просто сливаются. Это в лучшем случае, если вы купили хорошие ссылки, а если вы купили ссылки с каких-нибудь плохих сайтов, они имеют определенное название, эти сайты, я не буду говорить об этом названии, но в этом случае вас просто забанят так, что вам вернуться будет невозможно. Я понимаю, если вы попадете под фильтр, если ваш блог будет уже с большим возрастом, а если ваш блог молодой, то вернуться очень сложно. И еще помните, что любые ссылки внешние работают в совокупности только с хорошим сайтом. Что такое хороший сайт? Это очень много критериев, это отдельный, так сказать, разговор. Но пошли дальше. Вот для того, чтобы мы с вами, а мы с вами все участники альт-клуба, а раз мы все участники альт-клуба, мы все должны очень хорошо друг другу помогать. Поэтому я знаю, что вы уже знаете, что наш клуб создал блог. Блогу две недели. Его уже индексируют и Яндекс, и Гугл. Он начал потихонечку, потихонечку, там у Яндекса у него только одна статья в поиске, у Гугла уже восемь статей в поиске. Ну, в общем, он такой маленький молодец, у нас на него так все пишут статьи стараются, такой хороший начинает работать блог, ну, в общем, задача блога такая. Задача блога продвинуть бренд альт-клуба. Альт-клуб тоже сам по себе молодой он уже известный, но в любом случае блог это блог альт-клуба. А теперь подумайте, альт-клуб это все мы с вами вместе. А раз мы все с вами вместе, значит, мы должны друг другу помогать. Это значит, что блог альт-клуба, а он, я больше чем уверена, продвигаться будет достаточно быстро, он должен помочь вам, вашим блогом, то есть вы должны с него получить ссылки, а вы должны сейчас на начальном этапе помочь нашему блогу. И что же предлагает альт-клуб? Блог альт-клуба предлагает следующее. Блог, как мы сказали, это инструмент продвижения бренда. Значит, вы можете продвинуть свой бренд не только на своем сайте, но и на блоге альт-клуба. Это значит, вы можете написать сюда статью. К статье будут предъявлены определенные требования, но задача ваша такая. Мы на этой статье, вот сейчас, если вы заходили на блог, то видели, что мы сейчас статьи подписываем команда альт-клуб. Как только появляется ваша статья, мы пишем там, ну, Александр Смирнов, да, и команда альт-клуб. Как только вы написали четыре статьи, вы как только отдаете пятую статью, вы начинаете делать ссылки на свой блог. Почему мы так решили, что только на пятую статью? Потому что блог еще молодой, и ссылки с него, ну, будем говорить, очень дешевые. Ну, и обескровливать блог пока не надо. Значит, мы с вами пишем статьи, вы продвигаете здесь свой бренд, вы продвигаете свою экспертность, потому что мы предлагаем вам писать статьи не просто о том, какой замечательный альт-клуб. Нам этого не надо. Почему? Потому что, смотрите, я вернусь сейчас обратно, посмотрите под заголовок, какой у нас у блога, качественное обучение бесплатно. То есть, ваши статьи должны показывать вашу экспертность и должны быть обучающими. только тогда эти статьи будут здесь публиковаться. То есть, никакой воды. Экспертность может быть очень и очень разная. Экспертность может быть у нас, например, по MLM продвижению. Или экспертность может быть по компьютерной грамотности. Или, может быть, там у вас есть какие-то там наработки, ну, работа, например, там телефонный разговор. Или, может быть, ну, мало ли что, может быть, у нас, я знаю, что экспертов очень много у нас. Работайте по своей тематике. И вы будете здесь публиковаться и будете продвигать Альт-клуб, потому что у Альт-клуба своя миссия, это обучение. Итак, значит, вы получите возможность продвигать здесь свой бренд и получать ссылку на свой блог. Я надеюсь, что блог наш скоро будет иметь приличную массу, и это будет естественная ссылка на ваш блог. Еще один момент. Для того, чтобы получить ссылку на ваш блог, нужно давать комментарии. Комментарии нужно давать на многих блогах. Есть такой закон, неписанный блоге в благосфере, что тебе сделали комментарий, и если ты, так сказать, человек, который видит, что человек постоянно работает у него на блоге и делает комментарии, то он обязательно зайдет на ваш блог. Почему? Потому что вы обязательно в комментариях оставляете адрес собственного блога. Вот посмотрите, две стрелочки показаны. Посередине комментарии два дали только e-mail адрес, значит, блогов нет у людей, а вот Александр и Ольга, они дали адрес своих блогов. И человек может зайти и доставить там комментарии. Теперь посмотрите, вот вы наверняка знаете о том, что очень многие блогеры боятся потерять массу своего блога. И они закрывают эти ссылки. То есть эти ссылки не передают массу своего блога тем, кто оставил комментарий. На нашем блоге ссылки комментариев открыты. Поэтому давая комментарии на нашем блоге и оставляя свой адрес своего сайта, вы получаете пока еще не очень такую тяжелую, легонькую, но все-таки уже естественную, не искусственную, естественную ссылку. Итак, я думаю, что я смогла убедить вас в полезности написания статей на наш блог. Поэтому я показываю вам требования к вашим статьям. Итак, статья должна быть полезна, информативна, релевантна. Значит, здесь вы у нас должны очень четко конкретно показать свою экспертность. Я думаю, пять статей, шесть статей вы свою экспертность можете показать. Вы можете рерайтить свои статьи своего блога. Понимаете? Рерайт статей своего блога. Что такое рерайт? То есть чтобы у вас статья была ваша уникальна, которая у вас на блоге, вы ее не повторяете сюда, а вы ее, потому что мы на уникальность обязательно статью проверяем, а вы ее пересказываете, то есть вы еще раз делитесь. Как обычный человек говорит у микрофона, он даже одну и ту же тему рассказывает каждый раз по-разному, да? Так и вы тоже попробуйте рассказать ту тему, в которой вы очень хороший эксперт рассказать в своей статье еще раз. Размер статьи мы не ограничиваем по минимуму, мы ограничиваем по максимуму, не более 5000 знаков. Обязательно укажите подобранное ключевое слово. Даже если вы его не отработали с операторами, с кавычками, с исключительным знаком, вы просто его укажите, а мы уже здесь посмотрим, что и как можно сделать. Если есть иллюстрация к статей, прикрепите ее в виде скриншота в расширении JPEG. Дело в том, что вы знаете, что PNG или PNG, как говорят расширение, оно очень тяжелое, а наш сайт должен быть легким. Дальше. Автор статьи, который присылает нам статью, заранее соглашается, что статья будет отредактирована перед размещением на блоге. И редакция потом будет вам обязательно выслана, и только после вашего согласия она будет опубликована. Дальше. публикация бесплатная, но я думаю, то, что вы получаете ссылку, если вы действительно настоящий блогер, то вы должны понимать, что здесь продвижение вашего бренда и получение ссылки на ваш сайт это дорогого стоит. Ну, седьмой пункт я уже вам рассказала. Итак, я сейчас Спасибо за субтитры Алексею,